Великая Отечественная война разрушила жизни не только обычных граждан, но и творчески направленных людей, среди которых были и спортсмены. Многие выходили на пик карьеры, многие были еще молоды, но практически никто из них не остался в стороне от общего горя и отправился на фронт. Так, по совести, поступил гимнаст Виктор Чукарин, которому придется пережить 17 нацистских концлагерей, после чего он выиграет 11 олимпийских медалей. Старт карьеры и уход на фронт добровольцем. Виктор Иванович Чукарин родился 9 ноября 1921 года в Донецкой губернии в семье Донского казака. Спустя три года семья переехала в Мариуполь, где маленький Витя впервые увидел гимнастов на стадионе. Он сам соорудил перекладину и кольца из подручных средств, увлекался также футболом и плаванием. Виктору очень повезло, ведь в его школе преподавал бывший гимнаст, который помог мальчику определиться с видом спорта. Две тренировки в день приносили свои плоды и в 1940 году Чукарин стал чемпионом Украинской ССР и мастером спорта СССР в 19 лет. Он стал готовиться к чемпионату СССР, но в его судьбу вмешалась война. Виктор отправился на фронт добровольцем с первых дней войны и был распределен в артиллерийский полковника. Спустя три недели Чукарин был ранен и получил контузию, очнулся он уже в немецком плену. Его маршрут был следующим – лагерь на Украине, далее Прибалтика, Польша и работа в Германии в качестве «остербайтера», что фактически было рабством. Виктор оказался в небольшой немецком рыбацком поселке, где работал в поле сутками за небольшие порции хлеба. В последние дни войны немцы погрузили пленных на корабль и отправили в море, где должен был произойти взрыв, дабы они не достались союзникам, но по счастливому обстоятельству, взрывчатка не сработала и узников спасли британцы. Всего за четыре года Виктор прошел 17 немецких концлагерей, среди которых был лагерь смерти Бухенвальд. Вернувшись домой, он был полностью истощен и весил около 40 килограмм, мать его узнала только по шраму на голове. Возвращение в спорт и международный триумф после войны Чукарин устроился на металлургический завод, где получил ставку инструктора по физической культуре и участвовал в восстановлении города. После нескольких лет недоедания Виктор растерял всю форму и едва мог подтянуться два раза, поэтому после работы он до ночи усердно тренировался и возвращал былые кондиции, на что ушло еще четыре года. С 1949 года он три раза подряд становился абсолютным чемпионом СССР по гимнастике. На международных состязаниях в Берлине Чукарин занял первое место, набрав 118,75 балла, что остается до сих пор непревзойденным результатом. На Олимпиаде 1952 в Хельсинках сборная СССР впервые принимала участие и сразу же заняла второе место, а Чукарин после не очень успешного начала в вольных упражнениях взял четыре золота и два серебра в остальных дисциплинах, став абсолютным чемпионом игр. На следующих играх Чукарину было уже 35 лет, но он по-прежнему был одним из фаворитов и собрал полный комплект наград – три золота, одно серебро и одну бронзу. Кроме золотых медалей игр, Виктор брал три золота чемпионата мира. После завершения карьеры Виктор Чукарин стал тренером и подготовил свыше трех десятков мастеров спорта и членов сборной СССР. Скончался один из лучших гимнастов в истории 25 августа 1984 года.